Скачок роста у детей в 5 недель. Скачок роста в 5 недель сопровождается изменениями в поведении вашего ребенка, он становится капризным, часто плачет без явной причины на это. Как правильно реагировать на перемены и что делать, чтобы легко пережить данный этап, дальше об этом подробнее. Здравствуйте, мои дорогие мамочки! Сегодня я хочу поговорить с вами о первом важном этапе в развитии вашего малыша. Что происходит на 5 недели? Таких скачков развития у вашего малыша до достижения им возраста 1 года будет несколько. Зная заранее, что происходит с вашим ребенком, вы сможете правильно среагировать на изменения и соответственно себя вести, максимально. Поддержав малыша в это непростое для него время. В конце первого месяца жизни с вашим ребенком произойдут явные изменения, и вы их обязательно заметите. Причина перемен – первый скачок роста. В это время активно совершенствуются все органы чувств, и работа мозга. На заметку. После скачка роста у малыша появляются новые навыки. Проснувшись утром вы можете заметить у своего ребенка то, что не наблюдали еще вчера. Читайте интересную статью, что должен уметь ребенок в один месяц и GT, и GT, и GT. Этот процесс ему дается нелегко, нервная система перегружена. Он не умеет справляться с такими бурными процессами. Обработать перемены в одиночку ему не под силу. В это время он нуждается в вашей поддержке и внимании, как никогда. Сказать об этом малыш не может. Единственный способ выразить свои желания для него – это крик и плач. Поэтому в этот период вы должны быть готовы к частым капризам, к тому, что ваш малыш круглосуточно не будет слезать с ваших рук. Такие перемены в поведении ребенка могут пугать. Вы можете быть растеряны и обеспокоены происходящим. А можете чувствовать неуверенность в своих материнских способностях и начать искать причины капризов. Можете думать, что у вас мало молока, малыш недоедает и голоден, у него что-то болит. При явной нехватке молока, проблемах в кормлении, смотрите интернет-курс «Секреты грудного вскармливания» и GT, и GT, и GT – первый скачок. Просто в развитии – это естественный процесс, неизбежно вызывающий изменения в поведении детей не в лучшую для родителей сторону. Важно! Все, что вы должны сделать в этот период – максимально усилить телесный контакт с ребенком, и уделить малышу повышенное внимание. Чтобы лучше понимать ребенка и правильно за ним ухаживать, посмотрите курс «Счастливое материнство» – методика мягкого ухода и GT, и GT. И GT – какие изменения наступают на пять недели жизни? После рождения ваш малыш видел на расстоянии 20 см. В конце первого месяца жизни пределы его обзора значительно расширяются и достигают 30 см. Он может рассматривать все, что его окружает на гораздо большем расстоянии, чем раньше. Читайте интересную статью по теме, когда новорожденный начинает видеть и GT, и GT, и GT – приходят новые впечатления и опыт. Малыш начинает все больше и больше интересоваться всем, что окружает его. В конце первого месяца жизни многое меняется, малыш дольше и чаще концентрируется на увиденных предметах, рассматривая их. Часто и с большим вниманием прислушивается к звукам, его реакция на ваши прикосновения ярче, он более явно реагирует. На запахи, количество радостных звуков, издаваемых малышом, увеличивается. Читайте интересную статью, когда ребенок начинает улыбаться и GT, и GT, и GT – подмигивающее лицо, малыш уже умеет показывать, что ему нравится и доставляет удовольствие, а что вызывает скуку, время бодрствования и активности увеличивается. Во время скачка роста, в один-полтора месяца вы заметите физические перемены, его дыхание становится ровнее, большинство проблем с пищеварением отходят на второй план, болей в животе стало меньше. Если колики и газики сильно тревожат малыша, подключайте естественные способы облегчения боли, которые узнаете из интернет-курса. Мягкий животик и GT, и GT, и GT – малыш реже захлебывается и давится молоком при сосании груди. Как вести себя маме? В этот период малышу нужно только одно – ваша поддержка, забота и ощущение безопасности. И ваша задача – дать ему все это в полном объеме. В это время для малыша очень важен тактильный контакт с вами. Не бойтесь переборщить с этим, боясь сделать ребенка ручным. Скачок роста в пять недель не относится к области понимания. У него физиологическая природа. Поэтому не бойтесь брать на руки малыша по сто раз на день, каждый раз, когда он плачет и капризничает. На заметку. Очень важен ритм и тепло. Чтобы ребенок успокоился, возьмите его лицом к себе и прижмите к своему телу. Так малыш услышит биение вашего сердца. Погладьте его по спине, слегка покачайте, походите с ним, спойте песенку. Приготовьтесь к тому, что в это время малыш будет постоянно требовать грудь и не захочет ее отпускать даже после того, как поел. Не препятствуйте этому и не бойтесь, что ребенок переест молока. Читайте важную статью «Перекормить грудным молоком и джи-ти, и джи-ти, и джи-ти». Скачок роста в пять недель – это стрессовые события как для малыша, так и для вас. Но, если ребенок не может самостоятельно справиться с ним, то вы просто обязаны сделать это. Малыш прекрасно чувствует ваше состояние и если вы будете слишком напряжаны, то он будет кричать еще больше. В этот период наибольшее внимание малыша привлекают яркие цветные предметы. Чем контрастнее вещь, тем охотнее он заинтересуется ей. Также внимание ребенка привлекут линии, углы, ну и, конечно же, ваше лицо. Когда носите его на руках, следите, что заинтересовало малыша больше всего. Остановитесь и дайте ему возможность рассмотреть предмет. При этом обязательно разговаривайте с ребенком. Рассказывайте ему обо всем, на что он смотрит. В пять недель мир звуков для малыша открывается намного больше. Он внимательно прислушивается к ним. Человеческие голоса для него становятся интереснее. И, конечно же, больше всего ему нравится ваш голос, голос матери. Поэтому, постоянно разговаривайте с ребенком. Неважно о чем, поделитесь с малышом всем, что придет вам в голову, о своих домашних заботах, о ваших предстоящих планах и так далее и обязательно. Дайте высказаться ребенку, ответить вам. Набор звуков, который может издавать малыш на этом этапе, гораздо богаче. И еще, покажите ребенку, что вы его понимаете. Каждый звук, который он воспроизводит, соответствует конкретной ситуации. Хочет спать, что-то беспокоит, радуется чему-то, для каждого момента будет индивидуальный звук. И вы это обязательно поймете. Вы должны знать, что в этом возрасте у малыша может быть переизбыток ощущений. Наблюдайте за ребенком и прекращайте сразу же любую стимуляцию, когда увидите, что достаточно. Малыш не может по долгу концентрироваться на чем-то одном. Ему обязательно нужен перерыв. Подробнее о развитии ребенка, нормах сна, секретах успевания с маленьким ребенком, смотрите в интернет-курсе «Мой любимый малыш». Секреты развития и воспитания ребенка до года ИДЖИТИ, 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 окончание скачка роста приходится на шестую неделю. Ребенок веселее, спокойнее, больше наблюдает за всем происходящим и слушает. Все становится на свои места и гораздо определении, чем была до этого. Теперь можете выдохнуть спокойнее и набравшись опыта во время скачка роста в пять недель, ждать следующего вовсе оружия. Счастливого материнства. Черно-белые картинки для новорожденных. Зона развития малыша. Счастливого материнства.